МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите вечернюю информационную программу. С вами Дина Расаду. Здравствуйте. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию из службы центральных коммуникаций. Спасибо, Дина Ракешар құрмет тәрптестер. Казахстан Республикасының президенті жандағы орталық коммуникациялары қызметінің баспасас маслихатын бастаймыз. Казір біз Нұрсултан қаласындағы коронавирустық инфекция бойынша ағымдағы жағдайы жайлы айтатын боламыз пекерлермен танысполыңыздар. Нұрсултан қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәуле Кесекова және Нұрсултан қаласы таварлармен көрсетілетінің қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Зекен Исақыф Мұрса байындама жасайтын болады. Құрмет тіспекерлер алаңымызға қош келдіңіздер. Сәуле қаным, сөз сүкін өзіңізде. Кеш шарық, құрмет журналисттер қауымы, Сіздерге кәзіргі қауақтағы коронавирус инфекциясна байлянасты ағымдағы ахуалды байындалға келеп отырмас. Добрый вечер, уважаемые журналисты. Сегодня мы с вами повторно встречаемся для предоставления информации по текущей ситуации, по коронавирусной инфекции по городу Нур-Султан. Касательно случая регистрации коронавирусной инфекции у гражданской республики Казахстан, находящейся в карантинном стационаре многопрофильного медицинского центра города Нур-Султан. Данная гражданка республики Казахстан была снята с рейса Милан-Москва-Нур-Султан. 12 марта текущего года. Милан – это столица Италии. Италия, согласно постановлению нашего государственного санитарного врача, относится к первой категории стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по данной инфекции. И лица, прибывшие из этой страны, подлежат изоляции сроком на 14 дней. В этой связи данная гражданка сразу с борта самолета была доставлена в наш стационар. Вчера утром в 8.25. Далее, согласно клинического протокола диагностики и лечения по коронавирусной инфекции, был произведен забор биоматериала. Биоматериал был направлен в вирусологическую лабораторию Национального центра экспертизы. И сегодня мы получили результат, и у данной гражданки нашей страны было подтверждено наличие коронавирусной инфекции. На текущий момент пациентка находится в нашем стационаре, жалоб не предъявляет, но, учитывая лабораторное подтверждение, начато лечение. Находится в одноместной палате с точной вытяжной вентиляцией. И также дополнительно хочу сказать, что на данном борту рейса находились 90 пассажиров. Из них 84 – это жители города Нур-Султан. И в настоящее время управлением здравоохранения проводится работа по обзвону и с последующей экстренной, будем говорить, госпитализацией провизорный стационар города Нур-Султан для проведения лабораторной диагностики и уже госпитализации на ЧИТА. Поэтому данная работа так проводится. И также я хотела сказать, что согласно планам мероприятия, которые проводятся в нашем городе, развернут стационар, стационары нескольких уровней. Это инфекционный стационар, дальше провизорный стационар. И вот за этот период, с 28 января текущего года по сегодняшний день в стационары поступило порядка более 600 человек. Из них уже около 500 выписаны с отрицательным результатом лабораторного обследования. Поэтому весь медицинский персонал прошел обучение. Я ранее говорила, первое половине дня. Поэтому медицинские организации, которые... И хочу еще остановиться на том, что данный провизорный стационар, он развернут в отдельно стоящем здании за пределами города. И поэтому другие пациенты с другими нозологическими формами проходят лечение в другом отдельном стационаре. И поэтому потоки пациентов, они не пересекаются. Вся работа по соблюдению норм, дезинфицирующих норм, эпидемиологических норм, все это соблюдается. И персонал полностью прошел обучение именно по соблюдению мер безопасности. И также использование в работе протоколов диагностики и лечения именно по коронавирусной инфекции. Вот. И нами изучен международный опыт в таких странах, как Корея, Китай, Южная Корея, Китай. Вот. И все же, конечно, медицинские организации города готовы принимать таких больных, заниматься ими, лечить. Но, тем не менее, еще раз мы акцентируем, чтобы среди населения нашего города не было паники. Вот. Строго надо соблюдать те общепринятые правила, которые мы рекомендуем. Если мы до сегодняшнего дня, до регистрации случая рекомендовали, а теперь мы призываем строго это исполнять. Вот по опыту тех стран, где, вот по Китаю, где это пошло на уменьшение уже заболеваемости, в Южной Корее удержалась эта заболеваемость. В Италии еще не получается у них удержать эту ситуацию. Потому что этой ситуации не надо игнорировать, надо строго выполнять те рекомендации и требования, мы будем говорить, которые мы повсеместно проводим активную информационно-разъяснительную работу во всех средствах массовой информации, через средства коммуникации. Поэтому вот общие правила поведения для населения мы еще раз рекомендуем соблюдать. При наличии клинических проявлений, таких как высокая температура кашель, следует строго оставаться дома. Не рекомендуется посещать медицинские учреждения. Вместо этого необходимо в обязательном порядке позвонить в колл-центр и получить консультацию, либо вызвать скорую медицинскую помощь. И также мы не устаем повторять и говорить, что самолечением нельзя заниматься. Тем самым вы можете усугубить свое состояние. Мы еще раз призываем, что каждый гражданин, каждый человек должен заботиться о своем здоровье и беречь его, а также о здоровье окружающих. Вот в этом, видимо, и заключается та солидарная ответственность каждого гражданина за свое здоровье, которое мы не устаем говорить. Также есть определенная у каждого из нас гражданская ответственность перед обществом, перед близкими, родными, окружающими. И вот я неоднократно это говорю, что при изучении опыта Кореи были случаи, когда пациенты приезжали уже с клиническими проявлениями в медицинские учреждения, потом вынуждены приостановить работу этих клиник, да, медперсонал переводился на карантинный режим, вот, даже сидящие в очереди. Мы об этом тоже говорим, что аналогичная практика будет и в наших медицинских организациях. Поэтому еще раз убедительно просим, что надо соблюдать уже строго все наши рекомендации. Также теперь все то, что раньше мы рекомендовывали, это было до регистрации случая коронавирусной инфекции. Теперь уже после регистрации коронавирусной инфекции, все же уже надо каждому гражданину, это большая совместная работа. Одними государственными органами или медицинскими организациями мы с вами остановить дальнейшее распространение данной инфекции не сможем. Поэтому вот мы как врачи, как медики призываем всех вас, вот, именно строго соблюдать должна быть четкая самодисциплина и соблюдение всех тех правил, которые мы вам рекомендуем и которые постоянно посредством, еще раз я говорю, средств массовой информации через средства коммуникации мы доводим до вас. Поэтому определенная работа в городе Нур-Султан проделана именно в части повышения эпидемиологической настороженности каждого человека. Поэтому, пожалуйста, все зависит от нас. Конечно, такой паники не надо делать, но игнорировать тоже нельзя этой ситуации. Потому что все зависит от нас, от нашей совместной, вот, можно сказать, работы в борьбе именно, будем говорить, распространения дальнейшей коронавирусной инфекции в нашем городе. Спасибо, Савлия Десебековна. Зикен Беркутович, вам слово. Добрый вечер, уважаемые журналисты. Ситуация данная находится на контроле. Пациентка изолирована, определен круг контактных лиц. Принимаются все необходимые противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Койки для карантизации действуют. Необходимый запас медикаментов и ДЭС-средств имеется. Мерперсонал к данной ситуации подготовлен. В рамках приведения специальных превентивных мер усилен санитарно-дезинфекционный режим. Я еще раз повторяю, что у нас выстроена действенная система эпиднадзора определения и выявления коронавируса на клинической и эпидемиологической основе. Достаточный запас масок в лечебных учреждениях и лекарственных средств имеется. В данной ситуации просьба жителей города Нур-Султан не поддаваться панике. Еще раз повторюсь, медицина города готова к этой ситуации. Единственная просьба придерживаться мер профилактики. С учетом имеющихся данных об этом заболевании и особенностях передачи возбюдителя необходимо соблюдать аспекты личной гигиены. Еще раз повторюсь, в данном случае самые простые способы защиты являются наиболее эффективными. Касаемо стационара, данный объект закрыт на карантин. В принципе, у меня по информации все. Спасибо, уважаемые журналисты. Мы переходим к сессии вопрос-ответ. Айнар Коскина, пожалуйста. Здравствуйте. У меня несколько вопросов по поводу 84 контактных лиц. Первый вопрос. Скажите, вот когда самолет прилетел из Москвы, понятно, что женщину, которая летела из Милана, ее сразу госпитализировали. Остальных их пропустили через общий терминал. То есть их же не вывозили на автобусах, да, прямо с трапа самолет. Это первый вопрос. То есть да или нет, скажите, сколько из 84 жителей Нур-Султана уже госпитализированы? И будете ли вы выявлять, все ли эти 84 человека находились на домашнем карантине, потому что здесь непонятный случай. Это же транзитный рейс. Если бы это был прямой рейс, там, даже из третьей страны, да, мы понимаем, каков протокол действия. А здесь это из Москвы и, ну, я, например, знаю, даже, по-моему, кто-то из коллег из наших этим рейсом прилетел. Вот. Ну, во всяком случае, они так думают. Мы же не знаем номер рейса. И скажите, вот как теперь, то есть, понятное дело, что те люди, которые, пассажиры, которые в контакте находились, а как вы теперь будете выявлять круг их контактов, если, притом, не дай Аллах, если у них будет обнаружен коронавирус? Потому что с первыми двумя рейсами там более понятно было, это были прямые рейсы. Вот с этим рейсом немножко непонятно. Спасибо. Так. Нажимай, да. Благодарю за данный вопрос. Да, это был транзитный рейс. И поэтому те жители, вернее, те пассажиры, которые летели с Италии, они сразу были сняты с рейса. Так. Вот. А по тем пассажирам, конечно, они находились вместе на борту, поэтому относятся к числу контактных. Вот. И мы 84 жители уже почти всех обозвонили. Вы правы. В середине них есть и граждане России, да, у которых даже у некоторых есть билеты на руках на обратный рейс. Но мы стопроцентно и всех изолируем. Так. Это первое. Второе. Уже на этот момент, я вот когда сюда уезжала, уже мы где-то 20 человек уже госпитализировали. Вот. И я так думаю, что эту всю работу будем завершать. Теперь. Далее. Как дальше с их контактными, да? Первая работа – это вот именно со всеми пассажирами, которые находились на борту. Первая изоляция сразу с забором биоматериала. Это мы берем кровь, там, мазок из зева. При положительном их результате, ну, мы параллельно будем их контактных тоже обзванивать. Мы их будем брать на домашний карантин. Если же у кого-то из них будет положительный результат, то уже тех людей будем госпитализировать. Поэтому это такая работа очень щепетильная и несколько она и серьезная работа. Поэтому мы все это будем… Я ответила на ваш вопрос, да? Да, да. Вот всех вот 84 пассажиров мы сейчас госпитализируем. Мы у них берем списки их контактных. Это близкий контакт. Члены семьи. Есть группа высокого риска. Это с кем-то, может, еще он там встретился, поговорил. Всех мы возьмем под контроль. И тогда мы их уже будем брать до определения их результатов лабораторного исследования. Мы всех их возьмем на домашний карантин. Поэтому изоляция полностью будет этих. Этот круг будем прорабатывать. И в условиях домашнего карантина будет обзвон в течение 14 дней. И при наличии клиник, при появлении клинических каких-то признаков, сразу мы будем организовывать их госпитализацию. Мирим Смейл, пожалуйста. Добрый день, Мирим Смейл, Тенгри Ньюс. Я прошу прощения за дотошность в наших вопросах, но все-таки уточните, сколько из 84 астанчан в данное время уже госпитализированы? Это первый вопрос. Второй вопрос. В Алмате уже сообщили список адресов медицинских учреждений, куда Казахстанец может прийти и провериться на коронавирус, дать анализы. Есть ли такие адреса в Астане? И прошу, укажите, пожалуйста, их перечислите нам. Спасибо. Так. Все 84 пассажира, я еще раз говорю, они все уже произведен обзвон и начата их госпитализация. Мы буквально вот это 3 часа тому назад это все, мы узнали результат. Вот за 3 часа мы взяли списки, обработали, со всеми обзвонились. И вот к моему отъезду сюда мы 20 человек госпитализировались, уже столько же были уже на этапе транспортировки. Я так думаю, что в ближайшие часы мы эту работу завершим. Так, по лабораторной диагностике, пожалуйста, Зикенбергович. По лабораторной диагностике, наверное, те учреждения, которые готовы будут эти сделки, мы дополнительно сообщим. На сегодняшний день на лабораторную диагностику забор мы делаем в условиях нашего стационара. Потому что мы всех лиц, которые приехали из неблагополучных по эпидемиологической ситуации, госпитализируем и сразу проводим забор. Но теперь после регистрации случаев уже будем отрабатывать. И, видимо, в зависимости от того, какой круг людей будет вовлечен в данную диагностику, при необходимости мы откроем, определим стационар города, где мы будем проводить забор. Следующий вопрос, Нур-Ки-Зет. Здравствуйте. Новостной портал Нур-Ки-Зет. Еще раз я хочу все-таки уточнить по этим 90 пассажирам. Дело в том, что когда Бертанов перед вами давал пресс-конференцию, он сообщил, вот я записала, что среди 90 пассажиров 37 граждан Казахстана, россиян 42 и 11 граждан других государств. А сейчас говорится, что 84 жители Нур-Султана. Вы включаете сюда еще иностранцев? У него 90 граждан, ой, пассажиров было, но мы работаем по городу Нур-Султан с 84-мя. Имеется в виду, сюда входят и иностранцы, которые проживают в столице? Да, да, все. Они здесь по деловой поездке, вот мы сегодня обзваниваем, да, есть граждане Российской Федерации, есть другие, которые в командировке по другим моментам прибыли в Казахстан. А среди граждан Нур-Султана можно градацию нашей и иностранцев? Спасибо. И шесть человек еще? Оставшиеся шесть человек? Да. Шесть человек это в другие регионы выбыли? Сейчас, да. Ну, видимо, с ними уже в регионах отработают. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Если нет вопросов, на это мы завершаем пресс-конференцию. Всего доброго. Вы смотрели брифинг службы центральной коммуникации по ситуации по коронавирусу в столице. Итак, к этому часу в Казахстане по официальным данным зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Двое с диагнозом COVID-19 находятся в инфекционном стационаре Алматы. Еще одна инфицированная девушка, прибывшая из Милана, сейчас в столичном многопрофильном центре. Четвертый больной коронавирусом гражданин нашей страны, у которого подтвердили диагноз COVID-19, госпитализирован в Германии. Он сейчас проходит лечение в местной клинике. У нас есть паспортные данные всех въехавших пассажиров. На сегодняшний день у нас идет работа по установлению, контактированию этих граждан. Активно сейчас идет под ним отработка. То есть независимо от гражданин Республики Казахстана или другой страны, они будут все помещаться на карантин. Нельзя сказать, что они находятся в одном городе, поскольку никаких ограничений на перемещение у этих граждан нет. Они здоровые люди. Мы их расцениваем как здоровых, но контактных. Поэтому будем находить. Во всех регионах у нас есть карантинные объекты, где они будут госпитализироваться и проходить обследование. Все контактные лица, летевшие одним рейсом с зараженными COVID-19, уже определены. Их также поместят на карантин, сообщил министр здравоохранения. В стране принимаются усиленные меры профилактики для недопущения распространения инфекции. На борту самолета, прибывшего 9 марта в Алматы из Германии, находились 73 пассажира, среди которых и наша соотечественница, заразившаяся коронавирусом. Все, кто прилетел из ФРГ, прошли через общий терминал аэропорта. После их отправили на домашний карантин. 14 дней они находились под медицинским наблюдением. Всех, кто контактировал с больной, изолируют и поместят в стационар, сообщил министр здравоохранения. В соответствии с алгоритмом, мы сейчас приступаем к их изоляции, то есть поиску и помещению их в соответствующие карантинные объекты. То есть это не больные люди, еще раз повторяю, они будут находиться на карантине в течение 14 дней. Если у них будут симптомы, мы будем их обследовать. Все четко по алгоритму. Второй зараженный COVID-19 прилетел из Германии в ночь с 12 на 13 марта. Вместе с больным казахстанцем на борту самолета находились 12 человек, включая экипаж. Всех прибывших изолировали и поместили в инфекционный стационар города Алматы. По словам Ельжана Бертанова, оба зараженных коронавирусом находятся на карантине. Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют. Чувствуют они себя хорошо. Принимаются все необходимые противоэпидемические меры, в том числе изоляция, наблюдение. По словам Ельжана Бертанова, объявлять ЧАЭС в Алматы пока нет необходимости. Его ведут только в том случае, если начнется распространение вируса. Тем временем в стране запасаются медицинскими тестами. Казахстан закупил 60 тысяч комплектов. Дополнительно закажут еще 40 тысяч тестов. У нас есть тест-системы Российской Федерации, Китайское народное производство, КНР, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки. И тест-системы ВОЗ производства Германии. Всего поступило к нам 15 тысяч тестов. На сегодняшний день мы обследовали 5093 теста. Было использовано на 3389 граждан, потенциальных пациентов. И у нас на сегодняшний день 9907 систем на утро в остатке есть. COVID-19 – это грипп, но в более тяжелой форме, сообщил министр. При высокой температуре и сильном кашле Лежан Бертанов рекомендовался отечественникам вызвать скорую помощь. Ну а по всем возникшим вопросам казахстанцы могут звонить в колл-центр по номеру 1406. В связи с распространением коронавируса COVID-19 временно ограничено пересечение казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской государственных границ по внутренним документам. Решение, принятое правительством Казахстана. Это значит, что временно ограничено использование удостоверений личности и свидетельств о рождении, а также паспортов для граждан Российской Федерации и ID-карт для граждан Кыргызской Республики. Максимально обеспечить медицинскую безопасность казахстанцев поручил Касымжумар Тукаев правительству и руководителям соответствующих ведомств на заседании штаба оперативного реагирования. На встрече также обсудили механизмы, необходимые для укрепления экономики. Подробности у Ирины Банфиловой. С понедельника у школьников начинаются преждевременные каникулы. Эта новость самих учащихся порадовала. А вот многие родители, у которых дети учатся в начальных классах, наверняка схватились за голову. Одного ребенка дома не оставишь, но и работу не бросишь. Президент страны заявил, вопрос можно решить, и дал поручение правительству. Провести работу с работодателями в части предоставления оплачиваемых отпусков для одного из родителей, вынужденных оставаться дома с детьми. Правительству предстоит принять меры по поддержке предприятий через фискальные механизмы. Обеспечить дополнительную безопасность работников предприятий до школьных учреждений поручил президент. А также проверить объекты здравоохранения и не допустить дефицита лекарств. Вводится запрет на выезд государственных служащих и других должностных лиц в зарубежные служебные командировки. За исключением поездок, направленных на обеспечение безопасности страны и граждан. В поддержке сегодня нуждается и казахстанская экономика. Президент поручил в сжатые сроки пересмотреть прогноз социально-экономического развития страны и бюджетные расходы. Деньги нужно направить на обеспечение занятости и развитие малого и среднего бизнеса. А закуп товаров, работы и услуг проводить прозрачно, без посредников и в первую очередь у отечественных производителей. Правительство совместно с крупными отечественными предприятиями разработает целевые антикризисные планы по поддержанию и расширению производства, сохранению рабочих мест. Выделить не менее 300 миллиардов тенге на реализацию дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы. Важно не допустить уменьшения кредитования казахстанского бизнеса, заявил президент. Курировать этот вопрос будет агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком. Ирина Панфилова, Хабар, 24. Мы вернемся через пару минут. Не переключайтесь. Продолжаем выпуск. Почти 36 миллионов тенге получила Кустанайская область на профилактику коронавируса. Эти средства пойдут на приобретение лекарств. В регионе создан медицинский штаб. Разработали и схему оповещения при регистрации коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня в общественном транспорте начали проводить дезинфекционную обработку. Необходимые средства, для которые предприниматели покупают за свой счет. У некоторых на это деньги в бюджете не заложены. Наш корреспондент Наталья Строкова решила лично узнать, в каких общественных местах нет антисептиков. После проведенного ремонта Международный аэропорт Кустаная увеличивает пассажиропоток. Помимо внутренних рейсов отсюда летают в Москву и Египет. Пассажиры о вирусе наслышаны, поэтому приходят подготовленными. С собой вот маска есть, а так дальше я же никуда не заходил. Только приехал. Все чисто, хорошо, порядок. Все соблюдать правила. Человек должен сам еще о себе позаботиться. То есть мыть руки, обрабатывать, принимать какие-то меры. Какие-то меры принимают и в самом здании аэропорта. После каждого рейса делают влажную уборку дезраствором. И это пока все. Мы проводим дезактивацию, если ее можно так назвать. Все, что касается необходимых средств для профилактики, то в процессе закупа это все находится. Когда эти средства гигиены появятся в пользовании, неизвестно. Не оказалось их и в уборных. Вот так выглядит туалетная комната в Международном аэропорту Кустаная. Как видите, никаких антисептических средств здесь нет. Вот только такое жидкое мыло с его помощью, собственно, и можно помыть руки. На данный момент здесь также отсутствуют салфетки, бумажные полотенца. Высушить руки можно лишь только с помощью вот такой старенькой сушилки. В этом предприятии деньги на покупку антисептиков нашли. Контрольную обработку делают на базе перед выездом на маршрут. В течение дня на конечной остановке салон дезинфицирует водитель. Нам выдали антисептики. Семь раз мы обрабатываем поручни, руль. С входной стороны, где заходят пассажиры, внутри салона тоже ручки, сиденья тоже обрабатываем. Итак, перевозчик дезинфицирует 50 автобусов. Первая партия средств для обработки обошлась в 5000 тенге. В какую сумму это выльется дальше, еще не подсчитали. Все оборудование, предназначенное для профилактики дезинфекции, было куплено за свой счет, так же, как и дезинфицирующие средства. Насколько это отразится на расходах перевозчиков, пока расчетов точных дать не можем. Пока в городских аптеках ажиотажа на средства дезинфекции нет. Их продают в неограниченном количестве. А вот маски из продажи исчезли. Наталья Строкова, Эрмих Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. Концентрацию дезинфицирующего раствора, которым обрабатывают пассажирские поезда, увеличили в 10 раз. Специалисты намерены таким образом снизить риск возможного распространения коронавируса среди пассажиров. Андрей Деменок увидел, как проводят обработку. Депо одной из станций на окраине мегаполиса. Железнодорожники натирают вагоны до блеска, но делается это не для красоты, а для безопасности пассажиров. Уже через несколько часов этот железнодорожный состав отправится в Усть-Каменогорск. В среднем на обслуживание одного такого состава уходит около 8 часов. Помимо технического обслуживания, в первую очередь, конечно, санитарная обработка. И с недавних пор этому уделяется особое внимание. Руководство компании отмечает меры, принятые, беспрецедентные. Закуплены все необходимые дезинфицирующие вещества, а также защитные средства для персонала. Но так ли это на самом деле, попробуем выяснить. Пока сотрудники поезда и станции вытирают пыль и убирают мусор, у Айгуль Ахметовой задача другая. Она дезинфектор. За полтора часа женщина должна обработать специальным составом каждое помещение в поезде. Позднее станет известно. Совсем недавно для борьбы с коронавирусом решили увеличить концентрацию раствора в 10 раз. Вот здесь запах специфически чувствуется. Как долго он сохраняется? Полчаса, час минимум. Потом выветривается? Выветривается. Дезинфектор заверяет, препарат безопасен для пассажиров. Имеется и соответствующий сертификат. Обрабатывают поезда несколько раз в месяц. Однако не исключено, что в скором времени число таких обработок значительно увеличится. Делаем эту обработку по графику, по утвержденному уже графику. В случае каких-то обращений со стороны Казахстана-Темиржулы, мы будем делать это чаще. Нужно смотреть графику. Может измениться? Да, может измениться, может будем делать чаще, намного чаще. В КТЖ отмечают на борьбу с коронавирусом направлены все силы и средства. Только для бригад, поездов столичного участка, где курсируют 9 составов, планируют закупить 124 тысячи масок. Правда, получат их железнодорожники не раньше апреля. Пока же, как можно было убедиться, многие из сотрудников на работу приносят собственные защитные средства. Андрей Деменок, Адиль Газетолемис, Хабар, 24. В Актобе отменили все культурно-массовые мероприятия в преддверии Наурыза. Не будет народных гуляний в праздничный день. В областном драматическом театре имени Тахвея Ахтанова отменили около 20 постановок. Столько же концертов и фестивалей перенесли в Центре искусств. От спектакля отказались и в детском театре Кукол Алакай. Кроме того, ранее местные артисты отложили все гастроли. Не будет в ближайшее время выступлений в областном центре и зарубежных творческих коллективов. Всего на празднование Наурыза в Актобе планировали потратить 13 миллионов тенге. 14 марта мы хотели праздновать Куэрсу Мерекесе. Вот праздник Куэрсу. Потом 15 день национальных игр. Потом день Баурсак. Посвятить национальным играм и традициям. Каждый день до 22 марта. Отменили, потому что нам, конечно, важно безопасность нашего народа, конечно, и жителей нашего области. В Усть-Каменогорске создан городской штаб для профилактики коронавируса. В вузах региона приступили к апробации новых форматов обучения. В общественном транспорте проводят постоянную дезинфекцию. Подробности у Анель Есенбердиной. Коронавирус, кагаса, хлоркомент. Сегодня именно так начался день в трамвайном парке Усть-Каменогорска. Работа идет непрерывно. Вагоны заезжают в депо по расписанию. Их здесь уже встречает настоящая команда. Почти как пидстоп во время гонок. На счету каждая минута. Сейчас у нас пятеро человек в нем. Как трамваи заезжают на 15-20 минут. И сразу же быстро-быстро вытираем. И отправляем их в путь обратный. Ночью дежурят уже другие. Проводят генеральную уборку. На первом месте безопасность пассажиров. Тем более, что трамваи – социально значимый вид транспорта. Ежедневно мы осуществляем перевозку 17 тысяч пассажиров. До этого мы проводили дважды в сутки обработку хлорсодержащими составами, подвижного состава в настоящий момент, после каждого круга. В городском штабе отмечают, что подобная практика применяется и в автобусах, маршрутках. Ведется работа с культурно-развлекательными и торговыми центрами. Мы усилили контроль на местах. Наши службы, наши специалисты, эпидемиологи, санитарные врачи переведены на усиленный режим работы. В настоящее время у нас организовано круглосуточное дежурство. Самое главное, мы их всех проинформировали об этом. Теперь ждем обратную связь от этих объектов. Объектов общественного питания, торговли, оптовой торговли, кинотеатров. При этом важнейший фактор – гигиена. Отмечает главный санитарный врач Усть-Каменогорска Михаил Дерябин и подает личный пример другим. Для дезинфекции рук, потому что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным бытовым путем. Поэтому в общественных местах теперь повсеместно появляются дезинфекторы для рук. А в вузах пока еще очных студентов проверяют сразу при входе на наличие температуры. С понедельника они перейдут в онлайн-режим. В Государственном техническом университете региона уже опробировали новую систему. Диана Даулитпаева, студентка школы бизнеса, сегодня слушает лекцию прямо из общежития. В наших личных кабинетах была размещена ссылка. По этой ссылке мы подключились к лекции. Получили информацию не только от лектора, но и наглядно могли видеть подготовленную для нас презентацию. Чтобы занятия были максимально эффективными, преподаватели вуза тоже проходят подготовку. На помощь пришел и уже имеющийся опыт дистанционного обучения. Только теперь задействована другая платформа для живого общения. Это система видеоконференц-связи. Вот сегодня мы провели таких две лекции в пробном режиме. К ней подключались студенты 30 человек. Одна лекция проводилась со студентами и 68 вторая лекция. Все эти меры позволят максимально избежать распространения коронавируса в регионе, уверены специалисты и отмечают, что в целом областной центр готов к новым вызовам. Анна Лисенберзина, Сван Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. В актебинских школах прошли ссоры и сочи. С понедельника ученики уходят на внеплановые каникулы. Учащиеся колледжа и вузов тем временем покоют чемоданы и разъезжаются по домам. Преподаватели тем временем разрабатывают программы для онлайн-обучения. Билет до соседнего Уральска Куанш Нуркасым приобрел несколько часов назад. Дома будет уже завтра, но радоваться незапланированной встрече с родными в свете последних новостей особо не приходится. На каникулах будущий нефтяник планирует продолжить процесс обучения. Необходимые условия для этого есть. Слушать лекции и выполнять задания будем в электронном формате. Я думаю, это не составит никакого труда, поскольку все мои сверстники с интернетом на «ты». Родители подключают дома Wi-Fi, ноутбук есть. Поэтому прерывать занятия не буду. Некоторые нагородние студенты об отъезде позаботились заранее. Студенты, которые по разным причинам останутся в городе, продолжат обучение в стенах общежитий. Здесь планируется увеличить скорость интернета. За состоянием здоровья молодых людей будут наблюдать врачи. Преподавательский состав вуза тем временем проводит мероприятия разъяснительного характера. Оставшихся студентов знакомят с работой платформы «Универ», где хранится весь учебный материал и ссылки на видео лекции. Университет имеет более 10 тысяч студентов дневного отделения. Со вчерашнего дня университет уже привязывает все документы и контенты учебным группам. Каждая образовательная программа и задания тоже на 8 недель загружается в систему «Универ». И разработан YouTube-канал для записи видео лекций дополнительных. Профилактические мероприятия вузе начались задолго до перехода на дистанционное обучение. На входе в корпуса были установлены санитайзеры для рук, проводился инструктаж по соблюдению правил гигиены. За прибывшими из-за рубежа студентами и преподавателями наблюдали врачи. 28 человек были под наблюдением. Эта работа проводится в областном управлении здравоохранения. Ежедневно мы получаем информацию о прибывших по миграционной службе. Последний студент прибыл из Южной Кореи. И она сейчас у нас находится под наблюдением. Девочка была там на обследовании. Школьники тем временем сдают четвертные контрольные и уже с понедельника освобождаются от занятий. Отменены концерты, олимпиады и конкурсы. Во время каникул не рекомендуется посещать места массового скопления людей. А вот кружки и секции – на усмотрение родителей. Центры дополнительного образования и развития по всей области работать будут. Но водить туда детей или переждать этот период дома – решать родителям. Посещать экскурсии и выставки запрещается. В связи с объявлением санитарно-дезинфекционного режима отменяется и единое национальное тестирование, запланированное на март. Детские сады продолжат работать в штатном режиме. Четыре колледжа Алматинской области не перейдут на дистанционное обучение. Это учебные заведения закрытого типа, которые относятся к системе КУИС. Остальные 74 продолжат онлайн-обучение своих студентов. Сейчас во всех среднетехнических учебных заведениях внедрена платформа «Платонус». Студентов колледжей в регионе свыше 30 тысяч, 90% из них посещают дневное обучение. С середины марта в общежитиях останутся только сироты. Им создадут все необходимые условия. Составляется график учебного процесса, составляется расписание, но все, конечно, это с изменениями, но учебный процесс будет продолжаться в онлайн-режиме. Для тех, кто находится на сегодняшний день на практике, они будут продолжать свою практику, а те, которые будут в будущем уходить на профессиональную практику, то там будут предусматриваться переносы занятий. Врачи рекомендуют обращаться за медпомощью при любых проявлениях вирусных инфекций. К ним относятся повышение температуры, насморк, кашель. Ставить в известность медиков необходимо, даже если человек не находился в стране, где зарегистрированы случаи коронавируса, а болезнь протекает в легкой форме. Таким образом, удастся контролировать распространение инфекции. Также, по словам врачей, основные клинические явления коронавирусной инфекции схожи с простудными заболеваниями. Поэтому самостоятельно диагностировать болезнь человек не сможет. Продовольственных запасов достаточно. Не нужно создавать ажиотаж. С таким заявлением сегодня обратился к населению министр сельского хозяйства. Накануне во многих супермаркетах страны можно было видеть столпотворение людей. Жители буквально сметали продукты с прилавков. Однако беспокоиться не стоит. Наша съемочная группа проверила столичные склады и супермаркеты. Давайте пойдем и посмотрим, есть ли ажиотаж. Вчера у продавцов выдался нелегкий день. Говорят, обычно столько покупателей приходят на выходные. Это ажиотаж, причем он ничем не обоснован. К сожалению, мы не понимаем, что могло вызвать такой всплеск. Товарооборот увеличился процентов на 15. Но при этом мы подготовились, запаслись товаром. На складах товар есть, дефицит, а нет. У нас с каждым поставщиком, с каждым партнером подписан контракт, где мы просто так не подписываем переоценки. То есть в течение 30 дней мы будем держать те же самые цены. И даже если приходит переоценка, без основания причин мы цены не меняем. Вчера была нехватка риса. Объясняют это тем, что не успевали выносить товар. Заявляют, что на самом деле хранилище переполнено. Наша съемочная группа в этом убедилась лично. Журналисты посетили и другие продовольственные склады столицы. В общей сложности товары первой необходимости содержатся на территории в 50 тысяч квадратных метров. Здесь производят 27 видов макаронных изделий. Все санитарные гигиенические условия соблюдены. Теперь надеваем шапку и идем дезинфицировать руки. В месяц только это столичное предприятие производит 10 тысяч тонн муки и 3 тысячи тонн макаронных изделий. Все сырье казахстанское. Сейчас мы видим запас порядка на полмесяца. Если понадобится производить большее количество продуктов, вы сможете обеспечить? Большее количество макарон мы можем обеспечить. А муки? Муки у нас ограниченные мощности. Срок годности макарон 2 года, а муки 11 месяцев. Прошлогодних изделий на складе нет. Все свежее. Большая часть сразу уходит на казахстанские прилавки. А здесь у нас настоящий сахарный рай. Почти 19 тысяч мешков. В общей сложности 1288 тонн вот этого прекрасного белого сахара. По государственному стандарту сладкий продукт может храниться до 8 лет. Вчера был такой небольшой временный всплеск на закупку следующих продуктов. Это масло растительное, 5-литровых, ну, в бутылках получается, мука, рожки и крупы. Продуктов первой необходимости в городе предостаточно. По оперативным данным, на сегодняшний день в республике имеется 1,2 миллиона тонн социально значимых продтоваров. И этого количества товаров, по нашим расчетам, на сегодняшний день достаточно для обеспечения своего населения в течение 5-6 месяцев. И это только на сегодняшний день. Производство новой продукции идет полным ходом и останавливаться не собирается. Вероника Боярова, Аяду Симбаев, Хабара, 24. Многомиллионный ущерб по COVID-19 нанес мировому профессиональному спорту. По всей планете отменены десятки турниров, кубков и чемпионатов мира. Многие команды ушли на карантин. Что же будет с центральным событием года Олимпиады в Токио? Готова рассказать о семах Хасенко за семь. Какие прогнозы? Точный ответ на этот вопрос сейчас не может дать никто. Организаторы Олимпиады говорят, что игры состоятся, причем вовремя. Однако многие спортивные эксперты говорят, что их, скорее всего, все же перенесут. Несколько дней назад баскетболист клуба Юта Джаз Руди Габер пошутил над коронавирусом. После пресс-конференции он постучал по всем микрофонам за его столом. И по иронии судьбы стало известно, что он сам заражен. Также положительным тест оказался и у его одноклубника Эммануэля Мудиая. Сразу после этого руководство NBA остановило чемпионат на неопределенный срок. Это решение стало шокирующим для всех – для команд и зрителей. Об отмене матча в американском штате Юта болельщикам сообщили спустя полчаса ожидания игры на стадионе. Из-за угрозы коронавируса чемпионат приостановила и Национальная хоккейная лига. На какое время прерываются матчи – пока не ясно. Но, как заверил глава НХЛ, игры возобновятся, как только снимут ограничения. После вчерашних новостей о том, что у игрока Национальной баскетбольной ассоциации был положительный результат на коронавирус, и учитывая, что наши лиги делят так много помещений и раздевалок, больше нецелесообразно пытаться продолжать играть в это время. Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» также не состоится. Гран-при должен был пройти в эти дни в Австралии. Однако у сотрудника одной из команд обнаружили коронавирус. Тут примечательно, что власти Австралии не настаивали на отмене гонок. Ответственность за ущерб не хотела брать на себя и Международная автомобильная федерация. Инициативу проявили сами команды. «Феррари», «Рено» и «Альфа-Ромео» первыми заявили, что не будут участвовать. Другие команды предложили провести гонку без зрителей, но в итоге этап отменили. Также есть вопросы по поводу гран-при «Бахрейна», который должен был пройти на следующей неделе без зрителей. «Я вновь могу сказать лишь, что ситуация постоянно меняется. Посмотрите, как серьезно все изменилось за последние пять дней. Невозможно даже пытаться предсказать, что будет дальше. Все хотят знать ответ на этот вопрос. Мы тоже хотели бы знать, но сейчас у нас нет ответа». И вот пару часов назад стало известно, что все футбольные матчи, запланированные на следующую неделю в рамках Лиги Чемпионов и Лиги Европы, отложены на неопределенный срок. Соответствующее заявление сделали в УЕФА. Причиной стало распространение коронавируса в Европе. Как сообщают западные СМИ, на следующей неделе Союз планирует провести экстренное совещание, на котором и определят дальнейшую судьбу спортивных соревнований. Эксперты не исключают, что турнир могут перенести на следующий год. На этом фоне все больше вопросов возникает относительно главного спортивного события года Олимпийских игр в Японии. Пока решение не принято. Накануне в Греческой Олимпии по традиции зажгли огонь Олимпиады. Актриса, изображавшая верховную жрицу, поднесла факел к параболическому зеркалу и солнечные лучи зажгли пламя. Глава Международного Олимпийского комитета заверил, что игры пройдут, как и было запланировано. 19 недель до церемонии открытия Олимпиады в Токио. И мы уверены, что она состоится, благодаря властям и спортивным комитетам по всему миру. Они делают все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса. Оргкомитет Токио 2020 называет отмену или перенос состязаний немыслимым. Но член Национального Олимпийского комитета Японии в интервью агентству Reuters сообщил, что решение сдвинуть события на год или два было бы приемлемым. Конечное слово за Международным Олимпийским комитетом. А всем скажите, а правда, что президент Бразилии заразился коронавирусом? Да, как вот только что стало известно, первые результаты на коронавирус президента Бразилии Болсонару оказались положительными. Что ж, ждем подробностей от вас в следующем выпуске. Спасибо. В Алматы ведутся поиски 24 пассажиров, летевших одним рейсом с зараженными коронавирусом. Медики опасаются, что они могли контактировать с инфицированным алматинцем. Как было озвучено на брифинге в Акимате Алматы, на борту самолета, прибывшего 9 марта из Франкфурта, находили 68 человек. У одного из них, 46-летнего мужчины, подтвердился ковид-19. Все это время он находился на домашнем карантине. После подтверждения диагноза экстренно были госпитализированы 40 пассажиров рейса. Четыре человека успели улететь в другую страну, а с остальными врачи пока не могут связаться. Всего в Алматы для карантина подготовлены две инфекционных больницы и один многопрофильный центр. Тестирование на выявление вируса проводят в трех лабораториях. Результаты, по словам врачей, выдаются уже через 3-4 часа. Кроме того, каждый день в алматинские аптеки будут поступать больше 80 тысяч масок. В этом производителям защитных средств помогут местные власти, выделив из бюджета дополнительные средства. Всего с февраля в Алматы прибыли больше 11 тысяч человек, разыскивают около 500. И на этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok